Всем привет, с вами дайджест новостей мира файтингов. Из страниц баз данных стима стало известно, что каждый из трех персонажей Mortal Kombat 11 Aftermath по отдельности, а не в составе пака, станет доступен для покупки 16 июня. Эта информация неофициальная, поэтому цена пока неизвестна. В цифровом магазине PlayStation Store началась крупная распродажа «Время играть», скидки до 60%. Акция продлится до 12 часов 17 июня. Из файтингов присутствуют следующие скидки на ваших экранах. Как вы знаете, Capcom анонсировали пятый сезон персонажей для Street Fighter V, который станет последним и будет содержать 5 новых бойцов и 3 арены. Сообщество SF-щиков сейчас активно размышляет над тем, кто эти 5 оставшихся персонажей. Но есть одна весомая версия. Дело в том, что в 2018 Capcom выпустили карты Таро по Street Fighter. Там были и те персонажи, которые в итоге появились в SF-5 в виде DLC, даже в 4 сезоне. Если глянуть на эти карты Таро сейчас, то среди них есть лишь 5 персонажей, которых до сих пор нет в SF-5. Это Роуз, Елена, Си Вайпер, Оро и Ролента. Поэтому будет очевидным, если появятся именно они. Хотя есть и другие версии. Ранее Йосинори Оно после анонса пятого сезона персонажей выложил в Твиттере две картинки. Предположительно это намек на новых персонажей. По крайней мере так считает сообщество. Ранее Оно тоже делал подобные намеки, например на Хонду. Совершенно явным намеком является Кью, персонаж из третьего Street Fighter. Мы тут видим сразу два намека на него. В первой картинке Кью, Sound System Manual. На второй постер Vampire Saver. Напомню, там появился в свое время персонаж Кью Би. Но поскольку Джи, новичок Street Fighter 5, по сюжету это и есть Кью с теми же движениями, то возможно в данном случае Кью из первой картинки является намеком на Кью Би из Vampire Saver. В свою очередь это намек на Геймер Би, прославившегося в Street Fighter 4 своей игрой на Адане. Так что это возможный намек на Адана. Вторым явным намеком является постер Nemo in Dreamland. Это совместный американо-японский аниме проект, который в свое время провалился в прокате. Это явный намек на японского игрока Nemo, который в SF4 прославился своей игрой за Ролента. 5 июня открылась регистрация на EVO Online 2020. Напомню, ранее EVO был отменен из-за пандемии коронавируса, но организаторы устроили серию онлайн-турниров. Забегая вперед сообщу, что Россия не сможет участвовать. Подробности позже. 4-5 июля пройдет турнир The Fighting Hearts на платформе ПК. 11-12 июля турнир Skullgirls Second Encore на платформе ПК. 18-19 июля турнир по Killer Instinct на платформах Windows 10 ПК и Xbox One. Доступен кросплей. 25-26 июля турнир по Mortal Kombat 11 After Mass на PlayStation 4. 31 июля 2 августа финалы каждого из турниров. Все участники будут разделены на три региона. Регион 1 США, Канада, Мексика и Пуэрто-Рико. Регион 2 Япония и Южная Корея. Регион 3 Европа. В каждом регионе будет проведен свой турнир по каждому из файтингов. Исключение, в регионе 2 не будет Mortal Kombat. Таким образом, всего будет проведено 11 турниров. А теперь важная для России информация. Наша страна не включена в список допустимых европейских стран. По этому поводу уже развернулась дискуссия в Твиттере, поскольку игроки по МК-11 в России очень конкурентоспособны против других европейских игроков. Также российское сообщество игроков в Skullgirls, не удивляйтесь, такое есть, глубоко разочаровано тем, что они не смогут поучаствовать в EVO Online. То есть огромный шанс для них был упущен. Показательные выступления по другим файтингам будут представлены в течение нескольких недель перед финалами открытых турниров. Об этом сообщил Марк Хулио. Также EVO поддерживает проект Project Hope. Этот проект собирает деньги на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Каждому, кто внесет взнос 25 долларов и более, организаторы EVO сделают памятный подарок. Чуть-чуть отойдем от темы файтингов. 25 мая в США афроамериканец Джордж Флойд был задушен насмерть белым полицейским при задержании. Этот инцидент получил огромный резонанс в СМИ, Твиттере и соцсетях. Настолько огромный, что волна протестующих прокатилась по всей стране и даже за ее пределами. Бунты, мародерство, смерти были зафиксированы во многих штатах США, а также в Англии, Испании, Германии, Австралии и прочих странах. Все протестующие высказались против расизма и полицейского беспредела. Ситуация стала настолько серьезной, что коснулась даже индустрии видеоигр и даже файтингов. Многие компании в погоне за солидарностью стали отменять свои ранее запланированные онлайн-ивенты в поддержку борьбы против расизма. Сам же Джордж Флойд, став мучеником и символом движения, был похоронен 4 июня в Золотом Гробу. Его похороны транслировались на всех центральных телеканалах Америки. Вот лишь некоторые примеры влияния бунтов и беспорядков на видеоигровую индустрию. Sony перенесли свой онлайн-ревеал PlayStation 5, поскольку, цитата, сейчас не время праздновать. Напомню, ранее они планировали провести презентацию 4 июня. Новая дата презентации пока неизвестна. Из-за волнений в США, Capcom решили перенести свой Capcom Pro Tour Online 2020 на неделю. Турнир North America East должен был стать первым турниром Pro Tour и пройти 6-7 июня, но теперь он перенесен на 20-21 июня. Таким образом, европейский турнир Europe East and Middle East станет первой остановкой Pro Tour и пройдет без изменений 13-14 июня. Напомню, это турнир, в страны-участники которых входит и Россия. 6 июня Namco планировали провести свой онлайн-ивент, на котором, предположительно, должны были сделать анонс либо 4-го сезона персонажей Tekken 7, либо предполагаемого онлайн-тура на замену отмененному Tekken World Tour. Но из-за беспорядков США, вызванных убийством Джорджа Флойда и в поддержку чернокожих сотрудников компании, игроков и всего чернокожего сообщества, Namco решили отложить ивент на неопределенный срок. E-League решили перенести на неопределенный срок свой ранее анонсированный ивент E-League Showdown Mortal Kombat 11 After Mass, так как, цитата, сейчас не лучшее время. Напомню, это серия из 4-х турниров, которые должны были проходить в каждое воскресенье июня, по 2 турнира для Северной Америки и Европы. С каждого турнира двое победителей получали поездку на финалы и денежные призы. Начаться E-League Showdown должен был 7 июня, но теперь ивент отложен и когда он будет проведен, неизвестно, ведь в июле уже стартует EVO Online. Ну и помним, что во всем мире продолжается пандемия коронавируса, поэтому различные игровые ивенты продолжают отменять, поэтому очередные хроники коронавируса. Крупное событие, не относящееся, правда, к файтингам, BlizzCon 2020 отменено из-за угрозы заражения коронавирусом. Blizzard сообщили, что они организуют замену BlizzCon, конференцию, которая пройдет в онлайн-формате в начале 2021-го. Студия также подумает, как провести киберспортивные турниры, финалы которых ежегодно проходят на фестивале. 30 мая турнир Electric Clash в свете отмененного Tekken World Tour и как следствие лишения статуса Tekken World Tour ивента, также был отменен. Об этом сообщили главные организаторы турнира, его планировалось провести в Торонто, Канада 8 августа. 31 мая отменен турнир Thunderstruck 8, который планировалось провести в Монтерей, Мексико, 10-11 октября. Изначально планировался как рейтинговый ивент Capcom Pro Tour. Cape Town Showdown 8 был отменен. Ранее он был челленджер-ивентом Tekken World Tour и планировался к проведению в Cape Town UR 2-3 мая, но был перенесен, а сейчас отменен окончательно. 1 июня Collision 2020 был отменен. Этот турнир планировалось провести 18 июля в Лиме, Перу. Изначально являлся Tekken World Tour. Ну и пожалуй главная для нас отмена. Организаторы Russian Reversal сообщили, что главный файтинг турнир России в этом году не состоится. Сообщение от организаторов. Решение об отмене ивента далось нам нелегко, но на данный момент мы подошли к границе, на которой мы уже не можем расходовать время, рисковать и надеяться на благоприятные прогнозы. Надеемся на ваше понимание. Напомню, изначально Russian Reversal планировалось провести 15-16 августа 2020. Это турнир, который заменил Moscow Fighting Arena, главный турнир в России по файтингам. Теперь же главным ивентом в России в этом году становится Екатеринбург Fighting Arena, который пока запланирован на 31 октября, 1 ноября.